И ёпчиков, ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Градус, и сегодня со мной строитель Мёрфи! Ууу, всем привет! Сегодня мы будем строить? Я сразу говорю, Мёрфи хорош в строительстве, поэтому я решил его сегодня позвать. Ну что ж, Мёрфи, поскольку ты у нас сегодня как гость, у меня подготовлены тут различные постройки, и я тебе, естественно, даю возможность первому нажать на раздальщик, правда, кнопки у нас нет. Я уже всё заготовил их. И чтобы долго не тянуть, погнали узнавать, какая же постройка у нас будет первая сегодня, ведь у нас сегодня битва строителей, кто лучше, круче строит. Так, всё, я нажимаю, и это... Ставьте лайк и подписку, на, прочитай! А это сегодня у нас бонусный листочек, я не знал, когда он выпадет, но я очень хотел, чтобы это было как можно быстрее, и вот он, ставьте лайк, ребята, и подписку на канал. Ну а, Мёрфи, нажимай ещё раз, уже будет следующий раз точно постройка. Раз, два, три, пум! Лиса! А, ну покажи. Это всё потому, что я пришёл. Я специально добавил лисёнка, потому что, ну, ты у нас лисёнок. Ну что ж, Мёрфи, тогда в твоём распоряжении, естественно, деревянный топор, которым ты можешь вообще делать всё, что угодно с помощью вордпредита. Я пойду на свою половину, поскольку лиса это более такой простой моб, у нас на всё про всё будет с тобой пять минут, окей? Пять минут, ну, я думаю, мне хватит. Да, и подсматривать ещё ни в коём случае нельзя, поэтому сейчас я... Точно? Сто процент. И в данный момент, ребята, добро пожаловать на видос, ведь сегодня у нас троллинг! Многие не сразу поняли, в чём прикол предыдущего видоса, который я записывал с Ладом, всё потому, что я его троллил постройками, и почему я захотел именно снимать эту рубрику. Я много раз видел её на Ютубе, но именно с моими друзьями нигде её нет. Я хотел увидеть их эмоции. Прикол в том, что они серьёзно не знают про этот мод. Мы сейчас с Мёрфи сидели, и он такой, какой мод? Ну, типа, WorldEdit он знает, а ESM нет. Никто не знает про этот мод, самое главное. Поэтому я могу сегодня реально троллить, как хочу. Единственное, что мне придётся его открыть, и, естественно, посмотреть, какого же моба я могу выбрать, мне нужна лиса. И тут где-то я видел, ух, ё-моё, какая крутая здесь лиса есть. Чувствую, это будет слишком палевно для первого раза. Поэтому я возьму что-нибудь попроще. О, тут есть какая-то проста лиса. Да, для первой постройки самое то. Она не такая примечательная, в принципе, такой за пять стоит. Но выглядит она очень классно. Поэтому именно сейчас я и хочу разместить эту структуру. Ну что же, мы сейчас начинаем уже строительство. Радус я строю вообще максимально хорошо, поэтому мне потребуется всего лишь два цвета, и ещё вот такой вот цвет, и поэтому я возьму ещё вот такой вот цвет. Я очень надеюсь, что получится более-менее красиво, потому что я очень мало лис строил, максимально мало, поэтому нет, я возьму не чёрный цвет, а возьму, пожалуй, какой-нибудь вот такой вот красивенький, и вот такой вот беленький. Он должен быть максимально похож на вот этого лисёнка. Да, я просто сделаю вот этого лисёнка, это же гениально. Почему нет? Я думаю, что градус это оценит. Это же прям сразу понятно, что это я. Слушайте, а неплохая идея, мне нравится. Уже похоже на меня получается, но надо ещё ушки добавить. Вот тут вот беленькое, и вот тут вот так вот. Я думаю, что... Ладно, шучу. Конечно, хорошо всё, но надо что-то ещё добавлять, тем более я как-то слишком высоко увёл уши, да и как-то неправильно, они должны быть вот здесь вот. Мой скин, и я сам не понимаю, как его строить. Отлично, конечно, я не подготовился ни к чему, ну, в принципе, как всегда. Я сейчас подниму его с помощью топорика, и буду делать что-то более-менее уже сносное, хотя бы тело ему сделаю, а то, ну, как-то так-то не очень получается. Дальше он должен быть, в принципе, весь оранжевый. Я очень надеюсь, что мне хватит времени, которое мне дали, потому что времени очень мало. Ну что ж, Мёрфи, в принципе, моя постройка уже почти готова, ну, там, относительно. Короче, что я тебе хочу сказать? Давай так, если каждая твоя постройка будет лучше моей, я тебе скину 500 рублей. Я просто предложу тебе это как мотиватор, чтобы ты лучше строил. Когда-то тоже участвовал у меня на всяких постройках, да и уру, не помню. И, в принципе, у тебя одни из самых лучших. Поэтому, вот, будет достойный мне конкурент. Ну, у меня, кстати, в этот раз такая, относительно, я уже играл с Ладом, небольшая у меня постройка, в принципе, такая простенькая. А у тебя там как успехи? Что-то более-менее хорошее получается, конечно. Просто, ты же понимаешь, уже 5 минут скоро будут на исходе. Да, я это прекрасно понимаю, и поэтому я пытаюсь... Поэтому у нас 2 минуты всего лишь осталось. Ладно, не буду тебе мешать. Я пока что ещё пойду подправлю немножко свою лесу. Не, ну это ещё, знаете, реально такая простенькая, сравнимо с предыдущими. Но хотя бы тут будет не так палевно, что я её построил не сам. Повторю ещё раз. Ролик заключается в том, чтобы затроллить друга. Именно тем, что я использую запрещенный мод для ленивых строителей в Майнкрафте. Поэтому пока Мерфи ничего не подозревает. А мои постройки будут становиться всё больше, больше, больше и красивее. Ну, а если этот видос наберёт 15 тысяч лайков, в следующем я позову Райма. Я надеюсь, он не смотрел ролики из этой рубрики. Но, как я понял, нет. Потому что я их расспрашивал, и никто вообще не в курсе. А у меня, в принципе, пока что осталось только достроить задние лапы и хвост. Это получается не так плохо, как я думал. Мне даже нравится. Вау, реально, это прикольно. Я сам от себя такого не ожидал. Это, наверное, нехорошо, что я сам от себя, конечно, такого не ожидал. Осталось, в принципе, только хвост сделать, и всё. И это достаточно красиво уже получается. Вау. Красивенькая леса. Правда, вот тут вот надо, наверное, заделать. Типа белая бородка, всё такое. Осталось только сейчас хвост увести, и на конце сделать немножечко беленьким. Всё, я думаю, что моя постройка, в принципе, завершена. Кажется, уже 2 минуты подходит к концу. Ты готов показывать постройку? Давай глянем на твою постройку первым. Ладно, давай. Я горжусь этой постройкой. Слушай, довольно годная леса. Я знаю, ты мастер в этом деле. Эй, не трогать, не только время вышло. Всё, 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 верну, верну. А какие детали ты хотел дополнить? Я хотел добавить более, знаешь, такой пышной шерсти. Ну и, в принципе, детализировать. Ну ладно, давай, у тебя такая простенькая, квадратненькая леса. Ну ладно, давай глянем, что же у меня тут... Кстати, нет, насколько от 1 до 10? Вот сам ты оценишь свою постройку, потом я скажу свою оценку. Мне кажется, это 7,8 из 10. Даже так, даже так, 7,8 из 10, хорошо. Ребята, я знаю, что вы напишите, что это миллион из 10, потому что это реально милая постройка. Поэтому я, Мёрфи, также скажу, что это вот 7,5. Не хватает, единственное, что детали. И довольно лисёнок маленький. Ну, у меня лисёнок попроще. Он у меня немножко, ну как бы, он не под Майнкрафт сделан, а скорее как реалистичность. Блин, слушай, нифига. Ты анатомию изучаешь, я как понял. Смотри, даже изгиб такой прикольненький. Короче, я старался сделать упор на реализм, и поэтому у меня получилась вот такая вот анатомическая лиса. Если смотреть по милоте, если бы главный фактор был милотой, то победил бы ты. А если бы, ну, реализм, то победил бы я. Но всё же, насколько ты оценишь мою постройку? Блин, я оцениваю её на 8 из 10. Мне нравится. То есть даже на своей постройке 7,8 давал? Здесь она выглядит более, знаешь, такой проработанной. У меня же она более, знаешь, она как будто из Майнкрафта вышла, а у тебя как будто она в Майнкрафт зашла. Короче, ребят, пишите в комментариях, как вы оцените постройку мою и постройку Мёрфи, конкретно лисы. Можете прямо сейчас спуститься и ответить. Ну, а я всё-таки склонен сказать, что твой лисёнок в этом раунде побеждает из-за своей милоты. Он очень мне понравился. Ну, а теперь моя очередь выбивать, что же в следующем будем строить? Я надеюсь, это будет не что-нибудь сложненькое. Это будет медведь. У нас сегодня какой-то запар получается. Здесь у Мёрфи шанса будет уже поменьше. Теперь строим не 5 минут, а 10. Это я забыл тебя предупредить. О! Ну, а наше время подошло выбирать мишку, которого, кстати, я уже решил глянуть заранее. И получается у нас такой милый, огромный мишка. Ну, давайте не медлить. Прямо сейчас его разместим. Сейчас-то надо будет построить плюшевого медведя. В принципе, у меня уже есть вот такая вот терракота. Я сделаю его сидящим как-нибудь вот так вот. И давайте он будет держать, короче, сердечко у себя. Кажется, мне какой-то он всё равно маленький получится, но он тоже будет мимимишным. И я надеюсь, что я второй раз за счёт этого вывезу. За то, что он получится мимимишным. У него будет, значит, вот тут вот в центре сердечко. Он вот так вот его типа лапками обхватит. Пожалуйста, ну хотя бы за такую мимимишность. Лайк напишите. Ну и... Я надеюсь, что он, в принципе, получится нормальненьким. У медведей же есть хвостик вот такой вот. Почему-то мне кажется, что это похоже на электробобровлада. Ну ладно. Я надеюсь, это больше понравится. Вот такое вот сердечко получается. Это очень-очень. Я сделаю просто тогда без сердечка. Хотя, а может и получится с сердечком. Медведя надо расширить чуть-чуть. Так он получается не очень красивым. Блин, медведь это, наверное, то, что я вот вообще никогда не строил. Как-то странно получается. Я очень много что строил, но вот медведя это первый раз, конечно. Блин, но это всё равно похоже на бобра. Ай, блин, чуть-чуть криво у меня медведь заспавнился. И в итоге он остался без ног. Ладно, это всё равно годная огромная постройка, поэтому вряд ли у Мерфи получится сделать что-то круче и больше. Интересно, тут внутри у него что-то есть, внутри пустота. Ну всё, тогда не будет казаться, что я долго это строил. Я тут ещё залепился всякими штуками. У меня тут ещё проходики. Хотя, если Мерфи заглянет вовнутрь, то у него появятся вопросы, почему здесь так много всего лишнего. Это специально такой эффект неожиданности. Когда Мерфи зайдёт на мою половину, он подумает, что тут ничего нету, потому что медведь слишком далеко. Но когда я скажу ему пройти подальше, и уже будет прорисовываться силуэт. Он офигеет. Ну пока что получается, конечно, очень плохо. Мне вообще не нравится, что у меня получается. Ладно, сделаем вот так и сделаем вот так вот. Это будет его ушко. Блин, это теперь больше на чебурашку похоже. Почему у нас нет темы чебурашка? Я знаю, что Илья, ты это смотришь. Почему у нас нет темы чебурашка? И знаете, как можно ему ушки сделать? Блин, а я сам даже не знаю. Напишите в комментариях, чтобы вы сделали с этим медведям. И ушки сделать вот тут вот, вот так вот. Всё. В принципе, уже что-то более-менее сносное получается. Давайте пока что проследим, что у Мерфи получается. Ух, ё-моё, красотень-то какая. А, это будет плюшевый мишка. Ну, короче, ясно. У нас с Мерфи будет сегодня игрушечные постройки делать. Это у меня тут такие реалистичные. Мерфи огромные, масштабные. Жду не дождусь к реакции Мерфи. У меня к тебе вопрос такой. Как у тебя успехи? Слушай, пока мне кажется, у меня всё отлично получается. Я даже не рассчитывал, что я так строить умею. Ага, то есть, в принципе, ты уверен в своей победе в этом раунде? Конечно, не полностью, но частично можно согласиться, что я победитель. Ты опять строишь какую-то милую игрушку? Не-не-не, с чего ты взял вообще? Я не понимаю. Ну, потому что лиса у тебя была очень милая. Поэтому вполне возможно, что у тебя и медведь такой получится. Знаешь, этот медведь мог бы сниматься в фильме про ФНАФ. Я не думаю, что его можно назвать милым. Ладно, ладно. Жду, когда этот раунд уже закончится. Потому что мой медведь, когда ты его увидишь, ты просто офигеешь от того, что у меня получилось. Вот ты, когда мы его увидишь, вот ты офигеешь. Вот это я тебе прям серьёзно сейчас. То есть, не шутишь сейчас, да? Да. Вот такой небольшой прикольчик, когда он зайдёт сюда и увидит вот это, он такой подумает. Ну всё, его победа. Ну нет, я скажу, Мёрфи, дружище, пройди чуть подальше. Я ж не просто так сказал про прорисовку. Потому что дальше у меня стоит вот это. Мой медведь слишком крутой, чтобы ты его сейчас увидел. Ладно. Ну что, Мёрфи, время заканчивается, и я иду к тебе в гости. Ты, неплохо получилось. Это медведь, да? Чувак, это перекачанная горилла. Это Влад. В шляпе. Это Влад Бобёр, но у него же нет хвоста. Вообще-то есть. Где? А, блин. Ну на сколько оцениваешь? Я считаю, что за моську можно поставить 10. Костюм для военных. Да, да, да. Железный человек-медведь, я понял. За реализацию можно 10 поставить. Ну вот, если объективно, вот на сколько ты оценишь постройку? Вот тебе построили такую постройку, сколько бы ты ей дал? Реально, я бы дал ей семёрку. Ладно, Мёрфи, я думаю, у тебя нет шансов. Приходи ко мне. Вообще? Да. После своего... Братан, насколько... Я вот, ребят, вот оцените постройку Мёрфи, Влада. Вот это, да. И вот эту красоту, которую я слепил за 5 секунд. Ладно, стоп. Пишите в комментариях тоже, на сколько оцените. Ладно, Мёрфи, я теперь серьёзно. Я же не просто так спрашивал про прорисовку. Я специально сделал такую троллинг-фигню. Теперь полетели за мной. Я хочу тебе реально показать свою постройку. Блин, мне уже тот медведь нравится. Чем ты меня можешь ещё удивить? Вот этим. Ну, в общем, там я какой-то список команд тут знаю. Ну, в общем, какой-то такой медведь у меня и получил. Это медведь свободы? Ну, типа того. Он держит мёд и говорит, все медведи должны есть мёд столько, сколько они захотят. Я поддерживаю этого медведя, ставлю ему 10 баллов. Я долго. Он очень офигенный получился. Главное, что масштаб... Я хотел сделать огромного медведя. И, как видишь, он супер получился. Но первый тебе понравился больше, я так понял, да? Я только за первого, к этому соску, блин, стоит. Я тут заметил. Иди сюда. Это... Это не до хвостика. Это слоник, это слоник с хоботом. Ну что, ребята, в комментариях пишите, кто здесь уже побеждает. Я за это медведя говорю, что баллов он даёт. Погнали в следующее. Где там? А где? Выбирай, это скелет. Чувак, давай так, это будет супер быстрая постройка. На всё про всё у нас будет с тобой 3 минуты. Хорошо, тогда я медведя своего уберу. Хорошо, а я... А, ну я, в принципе, даже своего убирать не буду. Ни одного, ни второго. Первого точно не уберу. Давай, это прям должен быть спидран по постройкам. Всё, отключаемся, не мешаем друг другу. Ну что ж, ребята, спидран по постройке. Окей, погнали. Так, нам нужен скелет. Значит, скелетик у нас. Я даже не знаю, какого из этих двух скелетов выбрать, чтобы затроллить Мёрфи. Вот этот очень масштабный, крутой. Но, наверное, я выберу вот этого. Правда, ему нужно будет поудалять лишние детали, чтобы не было понятно, что это строил. Хотя тут сразу поймёт Мёрфи, потому что на всё про всё всего лишь 3 минуты. Кстати, мне нужно торопиться, пока ещё есть такая возможность. Я не глупый. Я понимаю, что за 3 минуты я целого скелета построить не успею. Поэтому я, в принципе, буду строить с помощью вот этих вот прекрасных вот кисточек. Значит, вот эта кисточка у меня создаёт вот такую вот землю. Ничего не создаёт. Всё сломалось. Вот такая вот земля у меня получается. Теперь надо вот так вот эту землю по кругу натыкать. И я понимаю, что за 3 минуты реально больше я ничего не успею построить. Поэтому сделаем как есть. Я надеюсь, что я вытащу только на идее. Вот так вот красотища получается. В итоге, что же у меня за идея-то такая? Я хочу сделать так, чтобы типа у меня рука вылазила из земли. Больше руки я не думаю, что у меня что-то получится построить. Мёрфи, ну чё, как дела по постройке? У тебя где-то осталось 2 минуты. Да тут чуть-чуть осталось, в принципе. То есть за 3 минуты ты сейчас супер-скелета забабахаешь? Ну не супер, конечно. Я надеюсь, что я, в принципе, на идеи вывезу. Ну, надеюсь, да, супер. Давай, Мёрфи, так. Если ты сделаешь этого скелета круче, чем мой, за 3 минуты я тебе плачу ещё 500 рублей. Ну, слушай, ну тут уже можно постараться. Если хочешь, я тебе дам экстренное время в размере, там, 20 секунд. Ну, куда же без него? Да, я согласен. Хорошая идея, но я не успею её воплотить в реальности. Ну, в общем, какая-то вот такая у меня скромненькая постройка и получилось. За 3 минуты, Карл. Ну, Мёрфи там осталось сколько? 2 примерно? И что ему остается делать? Я не знаю, я не знаю, что он успеет сделать за 3 минуты, но это вообще мало времени. Скелет настолько огромный, скелет настолько проработанный. Я ещё успел убрать несколько деталей, которые были на старой постройке, чтобы, так знаете, надписи различных не было, которые вообще на английском или на латинец. Это же скелет, как бы. Ну, он на меня вышел анатомически правильно. Ну, как у меня, у того, кто эту постройку делал, но у меня. Блин, бедный Мёрфи. Но троллинг есть, троллинг. Надеюсь, ему понравится моя постройка. Давай, всё время вышло. Ладно, можешь залетать. И где здесь скелет? Рука скелета есть же, ну... А, это рука! Да! Почему сегодня ещё три пальца? Ну, один потерялся где-то на войне. Не успел достроить. Ты сделал не полного скелета, ты сделал... Я сначала вообще, ну, когда зашёл, подумал, что это за дерево костлявое. Сколько у тебя прорисовка сейчас? Десять. Нормально, заходи. Просто я немножко далеко своего скелета построил. Вдруг не увидишь. Вот он. Это не-не-не-не-не. Не-не-не, вернись, вернись. Ты должен здесь стоять. Это он в десяти чанках от нас. Просто кажется, что близко. У тебя же прорисовка десяти чанков. Да-да, вот. Да-да-да, слушай, из каких ты его там плохо встроил? Вопрос. Ну, вообще, как ты оценишь моего маленького скелета и свою ручку? Пока что выигрывает рука. Я тебя разыграл. Ты уже, наверное, понял, что это так. Я быстренько телёпал за две секунды. А вот то, что я сделал за три минуты. Что это такое? Это, я так называю, быстрый спидран по Майнкрафту в постройках. Ты чё? Иди нахрен. Что это такое? Это просто годы мастерства строительства на заводе и на... Ну, ну, короче, ты понял. Ты на заводе скелетов производил? Я сегодня старался сделать максимально анатомически правильно. Что Мишку, не знаю, насколько он анатомически правильно. Что Лису, что этого скелета. Слушай, а это нормально, что у тебя чем времени меньше, тем постройка больше? Ну да, стараюсь же. Я заметил, что это? Как ты? Три минуты! Ты кого за меня держишь? Ты по-любому эту постройку сохранил где-нибудь с помощью вороты где-то перенёс сюда. Мы с тобой ролик вместе готовили 40 минут назад. Ты же прекрасно понимаешь, ты мне выбирал тему для построек. Да это всё реверсированная психология, вот это ваше, короче, я понял. Мёрфи, когда бы я успел? Мы реально с тобой ролик вместе готовили? Машину времени создал. Какие вот ты на нём команды знаешь? Paste, World Edit, да вот? Я очень много команд. Я просто вручную по одному блоку ставил. Вот так вот сможешь? Конечно. Берём вот так вот, делаем. И потом копипаст. Что ты на меня так смотришь? Это делается вот так вот. Какой вот так вот делаешь потом копипаст? Это вот так делается? Ребята, пишите в комментариях, чья постройка вам понравилась больше и почему. Ну я считаю, тут, конечно, победили два вот этих вот чебурека стоящие там. Мёрфи сегодня очень постарался. Но за свою лису, милую, ты 500 рублей получишь. Лиса, лисы рулят, вот, видите? Ну это твоя стихия. Ну в общем, ладно, ребята. Мёрфи не суждено понять, как я это сделал. Ведь потому что я мастер на скорую руку всё строить. И если мы наберём 15 тысяч лайков, в следующем, с кем я буду соревноваться, будет Райм. А теперь, ну если серьёзно, как ты это сделал? Всем удачи и всем пока.